здравствуйте в эфире молодежная телепередача поколение next и сегодня для вас проведем выпуск мы стас и наташа сегодня выпуске вы узнаете как прошли соревнования по греко-римской борьбе как готовить осеннее полезное блюдо а также еще море интересного поэтому мы начинаем стас вот сейчас уже подходит осень концу а это значит что нужно накапливать витамины на зиму и что ты можешь посоветовать а я могу посоветовать тебе и нашим телезрителям посмотреть наш следующий сюжет о вкусном тыквенном супе смотрим смотрим даша даша ты там улыбайся вот наступила осень это значит что пришло время осенних блюд и мы решили поделиться с вами рецептом тыквенного супа он имеет много витаминов подходит для вегетарианцев а также он очень вкусный поэтому мы начинаем ингредиенты которые нам понадобятся для нашего тыковного супа это тыква сливки молоко соль перец корица и другие приправы по вашему вкусу сейчас мы будем мыть нашу тыкву чтобы не брызгала опускаем вниз потому что так учила мама мой дадыр мой дадыр мой дадыр мой дадыр после того как мы помыли нашу тыкву ее нужно нарезать чтобы в дальнейшем отварить о пошло 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 ну так вот значит тыкву мы порезали вот такая вот она во внутри если вы не знаете как выглядит тыква что-то нам дальше нужно сделать конечно же нам ее нужно дорезать в общем мы порезали нашу тыкву это было непросто но мы справились чтобы тыква сварилась нам естественно вода поэтому сейчас наши тыквы набираем воду и включаем ее на маленький огонь чтобы она варилась пока наша тыква варится мы решили рассказать вам несколько фактов о ней вы знали что тыква богата витаминами а b c к d а также это главный реквизит в сказке золушка также в тыкве содержится 1 грамм белка на 100 грамм это даже больше чем в перепелиных яйцах кстати родиной тыквы является мексика а появилась она там около 7 тысяч лет назад я думаю наша тыква уже сварилась и поэтому надо же следует посмотреть что с ней ну вот наша тыква сварилась и теперь нам следует смешать ее блендером с остальными ингредиентами моей маме нравится то что next приходит ко мне домой потому что перед вашим приходом я всегда убираюсь вот наш суп готов и мы можем подавать его к столу для наташи и для других в общем сейчас я буду пробовать суп по рецепту дарья понюшенко мы украсили бы листом слады чтобы это было красиво и эстетично мы же все таки эстетичные эстетичные вот давайте пробовать это мы не будем вставлять давайте пробовать наташ ты видела этот смешной мем нет а в чем вообще здесь прикол да так ты видимо просто олт стаж ты что вообще говоришь мы вообще-то в телевизоре вот давай посмотрим рубрику в мире интернета и ты все поймешь ну раз рубрику тогда смотрим даст и в эфире рубрика в мире интернета и да мы ее давно не выпускали но все поменялось при чем появился стася здравствуйте вот сегодня мы расскажем о том что мы делали в океане да опять я расскажу про клип ибица как мы его снимали все что происходило расскажу про новые мемы и стас нам расскажет про танец киби дэва папа мы ее повторим даже даша мы же собирали сидеться по-океанские подожди ну вот и переделась ну ладно молодец ну так с чего начнем давай начнем с танца с киби дэва папа танцуем little big это российская рейв группа образованная в 2013 году в петербурге естественно в петербурге же самые лучшие группы там ленинград не ленинград little big начали свою карьеру случайно записали видео на 1 апреля прям как мы с тобой да все наши видео как на 1 апреля их пригласили на разогрев группы the antwort и они говорят а у нас нет песен а им отвечают у вас целый месяц еще впереди так они начали выступать и сделали свой первый альбом также помимо песни с киби дэва есть песня фараденза которая тоже сейчас очень популярна little big на данный момент очень популярная группа и она на пике своей карьеры всем нам уже пятнадцать шестнадцать лет а может быть и четырнадцать и мы с вами считаемся так сказать олдами помните когда мы собирались в садик всегда по стс или по нтнт шли мультики например котопес ох уж эти детки джинджер бобры 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 ого вот из этого появились мемы можно сказать кто здесь олды там появляются картинки различных жевачек каких-то продуктов мультфильмов игрушек и просто можно бобров и просто можно поностальгировать также сейчас есть очень популярная штука называется тикток вы наверняка видели рекламу такую такую или такую вот и там очень много глупых видео глупее чем движение даши сейчас намного глупее но это приложение почему-то очень популярно среди молодежи тут есть популярная песня есть челленджи даже вот челлендж с мицеллярной водой И, конечно же, надо показать того самого партнера из рекламы На этом наша рубрика подходит к концу Но вы не расстраивайтесь, мы выйдем ровно через две недели Я Стас в зеленых футболках, отлично Камера и медиа Стас, хватит танцевать, пожалуйста А вот ребятам с хип-хопа никогда не запрещают танцевать И что ты хочешь мне этим сказать? Я хочу сказать, что мы будем смотреть сюжет, а я буду танцевать Ну ладно, тогда смотрим В Артеме прошел пятый фестиваль по хип-хопу В нем соревновались лучшие танцоры и певцы нашего города А как это происходило, мы узнаем прямо сейчас Как ты пришла к тому, что хочешь заниматься хип-хопом? Так, стоп, я занимаюсь не хип-хопом Мы занимаемся дэнс-холлом Все началось с того, что я пришла к Алексею Шведу на мастер-класс Меня затянуло-потянуло Я позанималась у него немножко и стала сама тренером Теперь преподаю в нашей студии Стияр Я просто пришла сюда к своему танцевальному коллективу И мне безумно понравилось, как они начали танцевать И подумала, почему бы я не сама не при заняться танцами Я занимаюсь не хип-хопом, а танцами Пришла к этому, я пришла первый раз именно вот сюда У нас пришел новый хореограф Наш директор Ольга Владимировна, я здесь очень долго в ДК занимаюсь Она говорит, Настя, у нас открывается кружок по танцам И меня сразу же записали Я пришла на первое занятие Сначала мне было немного стеснительно и страшно Но потом уже на второе занятие Мне стало как-то привычно Я привыкла к хореографу Мне это понравилось И меня это затянуло Субтитры сделал DimaTorzok Расскажите нам про этот фестиваль хип-хопа Сколько человек участвует? Участников у нас очень много 20 номеров в каждом минимум по одному Два исполнителя Также у нас есть танцевальные коллективы В которых там и по 15 есть человек Как вошло в традицию проводить хип-хоп-фестивали в нашем городе? Это была инициатива молодежи То есть обратились молодые люди Которым была близка эта тема Они занимались рэпом И они обратились с тем Чтобы для них тоже сделать праздник У нас есть рэп, есть рок-фестиваль Есть конкурсы-фестивали Для ребят, которые занимаются Обычным пением Но были обязательно ребята Которые занимались рэпом Ему негде было показать свой сталант Негде было выступить Именно на большой публике И заявить о себе Поэтому было решение принято Сначала просто попробовать А так как желающих оказалось очень много Вошло в традицию раз в год проводить хип-хоп-фестиваль И в этот раз это уже пятый юбилейный получается Юбилей Спасибо Станислав Панченко, Наталья Федорова, Иван Петров, Светлана Нурик Специально для поколения Next Наташа, тебя когда-нибудь кидали через бедро? Нет А вот ребята с греко-римской борьбы Занимаются этим каждый день И как у них ощущения после такого? Ну а как ощущения? Давай узнаем из Ксюшиного сюжета Смотрим Захваты проводятся только руками Победителем становится тот, кому удастся положить соперника на обе лопатки Греко-римская борьба стала популярна И очень быстро завоевала международное признание Этот вид борьбы практикуют и в нашем городе Давайте посмотрим на это Эта борьба родилась в Древней Греции И получила развитие в Римской империи А современный вид греко-римской борьбы Входит в программу олимпийских игр Проводятся чемпионаты Европы и мира Но с какого возраста стоит отдавать своего ребенка в этот нелегкий спорт? Если честно сказать, группу общей физической подготовки можно давать из первого класса Но вообще рекомендовал бы с 10 лет Почему объясняю? Потому что этот спорт тяжелый А вот в младших классах можно как общей физической подготовкой заниматься Кронатикой, плаванием, подвижной играми Но основное внимание после 10 лет Парни посвящают этому спорту свое детство, юность, а кто-то их всю жизнь Ребята в своем возрасте уже достигают побед во всероссийских и международных соревнованиях А еще есть один интересный факт Девушкам не рекомендуется занятие греко-римской борьбой и участие в Олимпийских играх Но есть такие представители, которым все равно запреты И они занимаются тем, что им по душе Даже если им по душе, то верят людей Сколько он подходит для девочек? Знаете, вопрос интересный Вообще сейчас тенденция пошла по девочкам проводить единоборство, бокс Я вообще не сторонник этого Но вообще у нас девочки занимаются на невольной борьбой Вообще в мире проводится чемпионат мира среди женщин И молодежных пятен сороков среди девушек по вольной борьбе Но пока погремка римская, еще нету пока У нас многие девчонки приходят, занимаются довольно успешно Вот одна девочка заняла даже пятое место на первенство России Она занимается, они еще чуть-чуть больше года Выигрывали первенство в первенство федерального округа И я скажу, что девчонки занимаются с удовольствием Сколько травма опасна для спорта? Ну будем так говорить, все зависит от того, как проводишь разминку Какой подготовки дети Ну я бы не сказал, что травмы у нас встречаются часто Встречались часто, я бы не сказал Но бывают там ушибы, бывают растяжения небольшие Бывают переломы, но крайне редко Но конечно основное внимание надо просто готовить физически И уметь правильно падать В принципе он не травмоопасен в футболах, хоккея Намного даже меньше и других видов спорта То есть это обычный вид спорта, не особо травмоопасен Сколько ты уже занимаешься и чего ты добился своим трудом? Ну, крикоримской борьбой я занимаюсь 11-й год Я пятикратный победитель для Невосточного федерального округа Международный турнир выиграл в ЧТ И неоднократный победитель первенства Приморского края Я занимаюсь уже 8 лет Добился, ну много разных различных соревнований выиграл Обзавелся многими друзьями Ну и стал физически сильнее Стал двукратным призером Дальневосточного федерального округа 8 лет Ну как сказать, много чего добился Выиграл первенство России Третьим призером стал В Барнауле стал первым И вот так пошло и пошло начинание Ты хотел бы связать свою будущую жизнь со своим нынешним увлечением? Да Да В будущем я хотел бы, наверное, стать тренером Ну вообще я планирую стать летчиком Ну и поддерживать себя в форме, ходить также в зал Бороться Вот из таких ребят и вырастают всемирно известные спортсмены и борцы Дальневосточного федерального округа Ксения Мсеедова, Иван Петров, Светлана Нурик Специально для поколения Next Друзья, ну вот и подошел у нас выпуск к концу Поэтому подписывайтесь на нас в инстаграме Ставьте лайки вконтакте И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok